Пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня хочу рассказать об игре Vice Project Doom. В Японии она называется Gun Deck, которая вышла на NES. Это одна из самых разнообразных граффонистых и охуенных игр на платформе. Начинается игра с пизда до анимированной заставки для 8-битной платформы, после которой нас бросают в погоню. И какая же кахуенная погоня! Вы летите по дороге, сбивая нахер дорожные барьеры, конусы, картонные коробки, расстреливая толпы врагов. И после того, как вы расхерачиваете босса, игра внезапно с боевых гонок превращается в 2D-платформер в духе Ниндзи Гайдена. Во всяком случае, так может показаться, но нихуя. Во-первых, здесь гораздо больше размах удара. Во-вторых, вы не поднимаете доп. оружие, а только пополняете запас патронов для пистолета и гранат. Графически, игра пиздец какая охуенная, и в отличие от Контр и Форс, нихера не лагает. Уже на втором уровне мы видим отзеркаливание света из окон зданий в воде. А чего только стоят джунгли, где трава героя по пояс, а внизу течет вода. И еще здесь просто дохуя птиц, уран от которых вас отбрасывает. Причем отбрасывает просто нахер прямо в пропасть. Что-то напоминает, да? Еще уровень на поезде выглядит просто охуенно. Трава, горы, небо. Это один из самых пиздатых примеров параллакса на всей платформе. Разнообразие уровней поражает. Вот вы бежали по улице где-то в Китае, и вот уже через 10 минут вы прыгаете по бревнам, которые плывут по водопаду. А через пару минут вы уже в канализации по колено. А, впрочем, не важно. Проходит еще 15 минут, и вы снова несетесь на машине. На этот раз мимо порта. А в воде плывут катера, и разная херня снова разлетается перед вами. На тир уровнях немного разрушаемых объектов, зато спрайты врагов огромные, и можно к хуям сломать стекло. А боссов просто дохуя, и везде можно придумать свою тактику. Расстреливать с пистолета, или закидывать гранатами. Комбинировать или просто так херачить. Кстати, большинство боссов можно отписать, получая урон. Они умирают быстрее, чем вы. Но в этой тактике, если вы хоть на секунду сосомневаетесь, и отпрыгнете, например, скорее всего вам пиздец. Враги респавнятся, и это плюс. Можно фармить жизнь или патроны, но в игре есть таймер, если не фармить. Впрочем, вы и не заметите, что он есть. А вот если дохуя фармить, время может закончиться. И в общем, игра не сложная, пока вы, блядь, не доходите до последнего босса. Вот там начинается пиздец. Если вы к этому моменту не научились бегать пригнувшись, вы будете сосать уже на первой форме босса. И здесь нет никакого паттерна, потому что этот уебан просто копирует вас, и вам нужно просто его наебать. Да если у вас есть патроны и гранаты, то будет легче. Но если у вас есть патроны, значит вы фармили, и у вас нет нихуя времени. А после первой формы сразу идет вторая, и без гранат здесь вам скорее всего пиздец. Кроме того, здесь очень важен тайминг прыжка, и понять, когда нужно прыгать с первого раза, у вас скорее всего не выйдет, и со второго тоже. И привет, начало уровня, толпы врагов, исчезающие платформы, пропасти и первая форма босса. О сюжете я специально не буду упоминать его, здесь ебануться как много. Тонны текста с заставками, поэтому лучше не спойлерить, чтобы вы сами насладились этим, блядь, произведением искусства без спойлеров. Как итог могу сказать, что одна из самых технологичных игр на NES. Разножанровый жедевр, который прошел мимо многих. Поэтому, если вы еще не играли, рекомендую. Моя оценка охуенно.